Частично со своей функцией даже существующие системы не справляются, потому что просто пришли, наверное, в негодность. Возможно, они где-то засорились. То есть они же также заиливаются, покрываются песком. То есть это серьезные довольно-таки вещи, и нужно постоянно там каждый год ревизию им проводить и прочищать. То есть там, грубо говоря, диаметр коллектора метровый мог в два раза уменьшиться буквально там за год. И, собственно, все это могло привести к таким вот последствиям. Плюс еще серьезный момент. Появление новых микрорайонов ведет за собой уменьшение впитываемости поверхности грунта. Если мы посмотрим, да, вот здесь мы находимся в новом микрорайоне. Если предположить, что раньше здесь было поле, и вся влага, попадающая с неба, у нас непосредственно могла пропитываться, да, и уходить, постепенно фильтроваться глубже в нижние слои грунта. То сейчас у нас появилось много бетона, плитки, сами здания стали занимать пятно застройки, и, соответственно, площадь водосбора уменьшилась. То есть и увеличилась площадь твердых покрытий, которые не могут через себя фильтровать влагу. Соответственно, они ее начинают концентрировать. Ну, а концентрируя эту влагу, они ее куда-то должны нести. И вот новые микрорайоны строятся, как правило, с учетом того, что там делается повышенный рельеф. Вот эта избыточная влага отводится в стороны крупных магистралей, и по этим магистралям, улицам имеется в виду, то есть не в коллекторы даже зачастую, она должна следовать к этим коллекторам. И вот самый крупный коллектор в том новом районе находится как раз на улице Попова. И все новые микрорайоны, начиная от Солнечной Поляны, собирают воду поверхностным водостоком, и вот так ее несут туда, в сторону Попова. И вот тут возникает вопрос, справляется он или нет. Ну, вы сами, наверное, видели, какие проблемы там возникают. Когда объявляются аукционы на торги и на землю, ну, отыгрываются микрорайоны, да, город должен и обязан по этим условиям аукциона обеспечивать всю инфраструктуру, то есть подвод дорог, подвод всех коммуникаций, в том числе ливневых канализаций, к микрорайону. Вот, застройщик, естественно, может там в качестве акта доброй воли попробовать построить там какой-то коллектор, но стоимость таких там участков там в километр, в два, да, допустим, от микрорайона до Попова может там доходить до сотен миллионов рублей. И, естественно, как бы никто не стремится уменьшать свою прибыль и не будет это делать, скорее всего. То есть только под каким-то возможным давлением. Отсюда и возникает такая ситуация. Город по какой-то причине не справляется с задачей инфраструктурной, а застройщик на себя, как правило, от не берут даже суммы застройщиков, которые бы там, казалось бы, застраивают большие районы, не то что микрорайоны, могли бы попробовать, может быть, в складчину, да, построить какие-то коллекторы. Ну, к сожалению, это не происходит. Соответственно, получается ситуация, наименьшими средствами как бы реализуется водосток, а старый, он уже, к сожалению, вот эту площадь обслуживать не может. Ну, проблемы, они так вот лавинообразно нарастают. Как правило, потопы вот эти, которые возникают, они не касаются самих микрорайонов. Ну, как правило. Если с уровнем грунтовых вод там все нормально, то есть нет какого-то повышения локального, хотя известны в городе прецеденты в районе там 2009А и прочих кварталов, когда вот полевая вода поднимала весной грунтовые воды, они выходили на поверхность, там приходилось делать какие-то водоотводные мероприятия. То в целом, как бы, в рамках микрорайона, это все-таки в рамках города небольшое образование, эта система не сказать, что обязательно. Да, ее можно построить по проездам, по внутренним, и собирать воду уже внутри микрорайона. Но в любом случае ее куда-то нужно интегрировать. То есть она должна, как более маленькая система, прийти в какую-то большую. И вот вопрос, как правило, будет именно в крупных системах, заложенных по магистралям улиц. А необходимость внутри микрорайона, наличие ливневой канализации, тут уже, как правило, решает сам застройщик. Нужно ли внутри микрорайона ее делать? Будет ли там в случае какой-то там экстремальной погоды повышение уровня воды? Ну, все определяется расчетами. Как правило, достаточно внутри микрорайона поверхностного водостока. Для того, чтобы мы, выйдя на магистраль, тут же могли сброситься в коллектор. Ну вот, как я вам объяснил, по Попово это очень далеко. Первое, что необходимо в этом случае сделать, это внести соответствующие корректуры в генеральный план. То есть, по сути, нам нужно начинать с плана развития города Барнаула. То есть, с серьезного документа, в котором должны быть обозначены на ближайшую перспективу точки роста и слабые места. Что имеется в виду? Вот если мы планируем, что наш город будет прирастать жилыми массивами, да, соответственно, мы определяем эти направления и понимаем, куда двигать инфраструктуру и в каком количестве. И в идеале эта инфраструктура должна двигаться опережающими темпами. То есть, прежде чем строится микрорайон, должна быть построена подводящая инфраструктура, вся инженерная, в том числе ливневая, в которой микрорайон будет подсоединяться уже по степени готовности. К сожалению, у нас, вот вы часто, наверное, видели, может быть, и знаете, а может быть, живете в таком микрорайоне, когда микрорайон построился новый, а дороги даже нет. Вот, да, там щебенкой засыпали, вот это ровно эта проблема и есть. Ну, дорога – это поверхностная видимость, да, а подземный коллектор – это ровно та же система, которую тоже не довели, ее просто нет. А водосток уже избыточно образовался. Поэтому, возвращаясь, нужно начинать с генерального плана, определять точки развития и, соответственно, закладывать инфраструктуру. Ну, а где брать деньги на это, я так понимаю, тут вопрос о миллиардах, это, наверное, какие-то федеральные программы. То есть, болевые точки нужно обозначать для федерального центра и говорить, что вот здесь у нас инфраструктура закончилась фактически. То есть, год, два, три, пять мы придем к какому-то коллапсу, который потом в аваральном режиме придется решать. Давайте сейчас начинать, там, с сегодняшнего года, потому что ведь, если почитать даже сотки новостей, там, смотришь 15-й год, вот, все то же самое происходит, происходит, и каждый раз этот уровень выше, выше, там, в следующий раз человек уже потащило, там, ну, до какой степени это будет происходить, пока вот непонятно, но решать надо. Если мы берем крупное городское образование, там, условно говоря, Москву, вот если мы ее сравним с нашим городом Барнаула, у нее ливневых коллекторов, труб, грубо говоря, там, не то, что в 10 раз, там, в тысячу раз больше, различных, да, система очень разветвленная, соответственно, город, который имеет достаточно финансовые ресурсы, он инвестирует в это, в инфраструктуру, потому что он растет, вот и все, тут, грубо говоря, по-другому это не решишь. Есть деньги, инфраструктура решается, денег нет, ну, наверное, вот возникают эти проблемы. Как пример инфраструктурных вложений, там, допустим, Белокуриха-2, вот пока там не построили дорогу, там, серпантины и прочее, прочее, да, никакой бизнес на эти горы не хотел заходить, потому что, да, может быть, крупный бизнес что-то может потянуть вроде Сбербанка, например, и какой-то крупный инфраструктурный проект, но все, любой другой бизнес, он гораздо меньшего калибра, и потянуть строительство крупных инфраструктурных объектов, как вот сейчас заявляется, там, на ливневку надо, если я не ошибаюсь, вот недавно читал, по-моему, 5 миллиардов назвали, да, ну, это колоссальные средства. И, да, то есть, получается, что даже у бизнеса, там, если их так всех собрать, может быть, и данных средств не наберется, и этого не хватит. А это ведь мы говорим лишь об одной составляющей, то есть ливневый коллектор, да, который сейчас так вот так себя проявил, там, ливневая канализация, ну, есть ведь другая инфраструктура, каждый год, там, теплопроводы рвет у нас, там, подача воды где-то нарушается и прочее, это все звенья как бы одной цепи.